Длинный плоский капот, растянутая колесная база. Рассматривая кроссовер Mazda CX-50, может сложиться впечатление, будто японцы наконец выпустили первую модель на новой продольно-моторной платформе. Но это не так. На самом деле в основе новинки лежит архитектура хорошо знакомой Mazda CX-5. Притом 50-ка и 5-ка похожи по габаритам, хотя премьерная модель немного крупнее. Агрегаты тоже общие. Это 2,5-литровые моторы с надувом и без, к которым прилагается 6-диапазонный автомат и система полного привода, собранная вокруг многодисковой муфты. Кстати, мы не случайно не приводим никаких подробных характеристик. Да, автомобиль представлен, однако точные данные не опубликованы. Их обещают обнародовать позже, к началу 2022 года, когда совместное предприятие Mazda Toyota начнет серийный выпуск таких кроссоверов. Зато объявлено главное – машина создана, чтобы расширить американскую гамму японской марки. А значит, на других рынках, включая российский, не появится. За океаном акцент, что довольно странно, сделан на любителей внедорожных вылазок. Поэтому кузов украшен обвесом из некрашенного пластика, а багажные рейлинги рассчитаны на повышенные нагрузки. Между тем, совершенно неожиданные модели, которые мы никогда не надеялись увидеть, иногда появляются на нашем рынке. Так, российский офис Чаняня сейчас заканчивает сертификацию премиального кроссовера Uni-K. В идеале Uni-K должен бросить вызов Lexus RX и Nissan Murano, ведь по формату он является их одноклассником. При этом премиум статус обязаны подчеркнуть светодиодная оптика, выдвижные ручки и богато оформленный салон. Последний почти целиком обтянут дорогой кожей Nappa, а также выставляет на показ огромный телевизор медиасистемы. Вдобавок здесь присутствуют панорамная крыша, вентилируемые кресла, премиальная акустика и другие примеры красивой жизни. И хотя под капотом скрывается двухлитровая четверка, ее отдачи на уровне 230 сил вполне должно хватать для бодрых ускорений. Тем более, что пару этому движку составят 8-диапазонный автомат и система полного привода. Цена? Скорее всего, по 3 миллиона рублей. И если дилеры смогут удержаться от существенных накруток, Uni-K вполне имеет шансы на успех. КОНЕЦ